Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много из беседы святителя Ана Златоустова. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. И говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Последуем же и мы волхвам, и оставив чуждое христианству, обычаи совершим великое путешествие, да и мы узрим Христа. Так как и волхвы не видали бы его, если бы не удалились из своей страны, то и мы будем удаляться земного. Волхвы, доколе были в земле персидской, видели одну звезду, как скоро оттуда удалились, узрели и солнце правды. Но не видать бы им и самой звезды, если бы не поспешили оттуда со всей охотой. Восстанем же и мы, пусть все приходит в смятение, мы потечем к дому младенца. Пусть цари, народы, пусть владыки земли преграждает этот путь, не покосим ревности своей. Только таким образом мы можем отстранить предстоящие опасности. Ведь и волхвам не избежать бы бедствия со стороны угрожавшего царя, если бы они не увидели младенца. Прежде чем узреть, младенца и страх, и опасность, и беспокойство отовсюду окружали волхвов. Когда же поклонились младенцу, они стали спокойны и безопасны. И вот уже не звезда, но ангел сопутствует им, так как через поклонение они сделались иереями и дары принесли. Так и ты, оставив иудейский народ, возмущенный город кровожадного мучителя, светскую пышность, спеши в Вифлеем, где находится дом хлеба духовного. Впрочем, делай это с трепетом и радостью, и то и другое может совместиться. Смотри, не будь иродом. И подобно ему, сказав, чтобы и мне пойти поклониться ему. Не помышляй, когда придешь убить младенца, ему уподобляются те, кто недостойно приобщается святых тайн. Такой, по слову апостола, виновен будет против тела и крови Господней. Такие люди служат скрытому в них самих Мамоне, который, будучи гораздо хуже ирода, ненавидит Царство Христово. Аминь. Аминь. С миром Божиим. С миром Божиим. Спасибо.